Праздник спорта и здорового образа жизни, участниками которого стали более 10 тысяч вологжан. День физкультурника с размахом отметили в Вологде. Вечерняя велопрогулка, сдача норм ГТО, силовой экстрим и целые семьи, которые выбрали для себя спорт. Штрихи большого спортивного дня в материале Егора Канавина. Чтобы вам было ярче и веселее ехать, мы раздаем фонарики. Площадь революции буквально усыпана разноцветными огоньками. Яркие фонарики украшают велосипеды самых разных форм, цветов и размеров. Привычные кросс-кантри, спортивные шоссейники, есть и весьма необычные экземпляры. Очередной велошедевр привез вологжанин Илья Молчанов, который в своем гараже создает велосипеды из водопроводных труб. Это очередной проект под названием «Лапочка». Сделал его для сестры, делал его целый год. Пришел с армии, занимался велосипедом. Долгожданный выход в город. Вечерняя велопрогулка в преддверии Дня физкультурника стартовала от площади Возрождения. Впереди колонна из сотен любителей велоспорта, глава Вологды Евгений Шулепов и начальники городских департаментов. Дистанция в три километра по центральным улицам. Марии Ульяновой, Козленской, Мира, Предтеченской и Советскому проспекту. Очень отдыхаю, когда на велосипеде езжу. Вечером это очень хорошо, естественно, велосипед отправиться куда-нибудь далеко. Особенно очень красивые закаты в Вологде. Каждый вечер катаюсь. Катаюсь не одна, катаемся компанией. Дает хорошее настроение. Ну и отличную форму. Утром 13 августа площадь революции вновь заполнена людьми. День физкультурника начался с массовой зарядки. Несложные, но полезные упражнения, плюс веселая музыка и отличная погода. Равно заряд бодрости на целый день. Мы пришли, чтобы заниматься зарядкой. Настроение отлично, веселое. Пришли всей командой. Праздник для нас означает, что нужно больше заниматься спортом и всегда беречь свое здоровье. А вот сдача норм ГТО. Это уже спортивное испытание. Стрельба, подъем гири, подтягивания, отжимания, пресс, наклоны вперед и прыжки в длину. Некоторые пытаются побить свой рекорд 20-летней давности. Лично для себя сначала знать, что ты можешь сдать, это уже гордость, что ты здоровый, подтянутый. А через 20 лет, если я сдам сегодня, это будет уже результат. Чтобы сдать нормативы на высшую отметку, нужно быть хорошо физически подготовленным. Например, депутат Денис Долженко поддерживает форму, занимаясь в зале и катаясь на велосипеде. Сам выбирает здоровый образ жизни и активно занимается популяризацией спорта и физической культуры в Вологде. Вы занимаетесь спортом? Уж чем? Бег на стадионе. На каком стадионе предпочитаете бегать? Как называю? Политет. Политет. Я на локомотиве, на велосипеде. Замечательно. Как регулярно? Ну, стабильно, раз в неделю. Уличный баскетбол, мастер-класс от вологодских роллеров и даже силовой экстрим. Силу богатырскую демонстрируют не только спортсмены, все желающие. Вот этот трехтонный автомобиль сдвинули с места общей командой. Парни, не порвите веревку, она нам еще нужна. Всего в праздновании Дня физкультурника приняли участие более 10 тысяч вологжан. Спортивные акции и состязания прошли в разных районах города. А сам День физкультурника из профессионального праздника давно превратился в общегородской. Ведь число тех, кто выбирает спорт и здоровый образ жизни, растет постоянно. Настоящий день это больше 105 тысяч из 320 жителей города Вологды. Больше 200 мероприятий проходят на территории нашего города спортивных. Увеличивается количество спортивных объектов, причем не обязательно стандартных построенных, но и маленьких площадок внутри жилых территорий, дворов. А это значит не только в праздник, а ежедневно у вологжан есть все возможности делать маленькие шаги к большой цели. Здоровье, которое давно объявлено в Вологде приоритетом номер один. Егор Канавин, Михаил Прищев, Вологда Портал.